Всем привет! Смотрите, как восстановить файлы, удаленные после выполнения команды CheckDisk. Утилита CheckDisk обычно используется для исправления ошибок на устройстве хранения данных. Однако, в некоторых случаях, запуск этой утилиты может привести к потере данных. Вследствие исправления ошибок на диске, часть информации может затереться. В итоге файл будет битым или вовсе отсутствовать. Далее в видео мы рассмотрим работу системной утилиты, как обезопасить себя от потери данных и как восстановить файлы, утерянные после использования утилиты CheckDisk в Windows. CheckDisk – это встроенная системная утилита операционной системы Windows, предназначенная для проверки и исправления ошибок файловой системы и жесткого диска. Она служит для диагностики и исправления проблем с файлами, папками и плохими секторами. На диске CheckDisk – сканировать файловую систему и физические секторы диска на наличие ошибок, таких как поврежденные файлы или сбои в структуре файловой системы. Может восстановить поврежденные системные файлы или папки и исправить ошибки в структуре файловой системы. CheckDisk может обнаружить поврежденные секторы на диске и пометить их как непригодные для использования, чтобы операционная система больше не использовала их для хранения данных. Если CheckDisk стало причиной удаления важных файлов на вашем компьютере, есть несколько вариантов их восстановления. И помните, чем раньше вы попытаетесь восстановить свои файлы, тем больше вероятность их восстановления. При удалении область на устройстве хранения, где хранился файл, помечается как доступная для перезаписи область. Поэтому со временем он может быть полностью перезаписан. А сейчас давайте рассмотрим, в каких именно случаях использование утилиты CheckDisk может привести к удалению файлов. Прерывание процесса CheckDisk. Утеря данных может произойти, если во время выполнения CheckDisk компьютер был выключен или перезагружен. При выполнении команды ни в коем случае не рекомендуется выключение или перезагрузка ПК. Еще одной из причин может быть запуск CheckDisk на поврежденном или испорченном жестком диске. Если жесткий диск поврежден, на нем присутствуют плохие сектора, которые со временем могут стать недоступными. Если CheckDisk находит битые сектора, он помечает их как плохие. В результате система не будет сохранять или считывать данные из этих секторов. Если на них хранятся данные, они могут быть потеряны навсегда. Чтобы этого не случилось, нужно как можно скорее снять образ диска. Итак, можно ли восстановить данные с накопителя, файлы которого были удалены командой CheckDisk? Восстановление возможно, даже если проблема связана с наличием битых секторов. Благодаря сложным алгоритмам поиска файлов, программа для восстановления данных Hetman Partition Recovery поможет восстановить ваши файлы даже при системном удалении файлов в результате выполнения данной команды. Если данные были удалены с SSD диска, есть один нюанс. SSD накопители используют технологию Trim. Если она не отключена, система сообщает накопителю о том, какие блоки данных больше не используются. И через небольшой отрезок времени данные на них будут полностью удалены. В результате их восстановление станет недоступным. При обнаружении проблем в работе SSD с активной функцией Trim нужно как можно скорее снять с него образ, так как в любой момент он может полностью выйти из строя, а затем запускать процесс восстановления уже с образа. Загрузите, установите и запустите программу. Далее в главном окне отметьте проблемный накопитель и вверху нажмите «Сохранить диск». Для сохранения образа у вас на компьютере должно быть достаточно свободного места. Далее укажите место, куда его сохранить и дождитесь окончания процесса. После вы сможете загрузить образ в программу и выполнить сканирование образа. Для этого нажмите здесь «Загрузить диск» и укажите путь к образу. А теперь давайте разберем процесс восстановления. Как я уже говорил ранее, файлы не сразу затираются на диске после их удаления. Если диск активно не использовался, их еще можно восстановить. Hetman Partition Recovery поможет восстановить файлы в результате случайного удаления или форматирования диска. Программа способна вернуть файлы во многих различных сценариях, потеря данных, включая удаление в результате выполнения чек-диск. Для этого в программе кликните по накопителю, с которого были удалены файлы правой кнопкой мыши и выберите «Открыть». Затем нужно выбрать тип анализа – быстрое сканирование или полный анализ. Для большинства несложных ситуаций подойдет быстрое сканирование. В результате программа мгновенно просканирует диск и отобразит все найденные файлы. Если программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Проанализировать заново». Полный анализ. И укажите тип файлов системы. Далее. Этот процесс довольно продолжительен по времени, в зависимости от объема сканированного накопителя. По завершении откройте папку, где хранились нужные файлы. Как видите, ранее удаленные имеют соответствующую отметку. Выделите все, что нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Далее укажите место, куда их сохранить – диск и папку. И нажмите еще раз «Восстановить». В результате все файлы будут лежать по указанному ранее пути. Таким образом, нам удалось вернуть файлы после их удаления командой «Чек диск». Еще один способ, который поможет вернуть файлы – воспользоваться инструментом «История файлов». Если функция была настроена до удаления файлов, вы сможете их вернуть. В том случае, если она не была активна, таким способом вернуть утерянные файлы не получится. Для запуска утилиты в строке поиска пишем «История файлов». Или откройте панель управления «История файлов». Найдите папку, где ранее хранились потерянные файлы. В новом открывшемся окне перейдите в папку, содержащую ваши удаленные данные. Вы можете использовать левую и правую навигационную кнопку внизу для переключения между резервными копиями. Выберите файлы, которые нужно вернуть. Затем нажмите по зеленой кнопке «Восстановить». И чтобы восстановить файлы в прежнюю папку, нажмите «Восстановить». Еще один из способов восстановить файлы в результате удаления их после команды «CheckDisk» – проверка и восстановление файлов в «Check» из папки «Found». Это папка, которую CheckDisk создает для хранения поврежденных файлов. Откройте проводник Windows. В верхней панели выберите вид, затем поставьте отметку на скрытые элементы. Откройте диск, на котором вы запускали «CheckDisk» и проверьте, есть ли здесь папка с таким именем. Открыв папку, выведите файлы с расширением Check. Чтобы вернуть их в нормальный вид, есть специальные бесплатные решения, которые смогут помочь. К примеру, утилита «Uncheck» поможет распознать содержимое этих файлов и преобразовать их обратно в исходные форматы. Запустите утилиту и выберите папку «Found» как место для поиска файлов. Нажмите «Start» и программа постарается восстановить ваши данные. Если оригинальные файлы сильно повреждены, они не смогут быть и сконвертированы при помощи «Uncheck». Если же папки нет, или она пуста, или же таким образом восстановить файлы не удалось, воспользуйтесь программой для восстановления Hetman Partition Recovery. Она гарантированно поможет вернуть утерянные данные. С ее помощью вы сможете восстановить файлы, которые были ранее удалены из папки «Found», или восстановить их из исходной папки, из которой они пропали. Также эти файлы можно изменить вручную. Чтобы определить расширение файла, откройте его с помощью блокнота. В моем случае «JFIF» — это файл JPEG. Меняем чек на JPEG. В заключении можно сказать, что CheckDisk является полезной утилитой, но при некоторых обстоятельствах она может привести к потере данных. Представленные способы должны помочь вам решить проблему с утерянными файлами после выполнения команды CheckDisk. И помните, лучшее решение вернуть утерянные файлы — это резервная копия. Не забывайте регулярно делать резервное копирование важных файлов. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok